Я поподробнее объясню, из чего состоит масло, да, почему такой потрясающий результат. Ну, первое, да, уже было сказано, что тройное действие. Первое действие – это аколифтинг. Это сок акации, сенегальской акации, а точнее смола, да, то есть камень акации сейчас очень широко используется в косметологии, как загуститель, да, для масла. Вот что он делает? Он создает пленочку на лице, это не корка, которая деструкцию всевозможную разную кожу вызывает, да, вот, например, она трескается, то она ранит кожу, потому что разного рода есть пластификаторы для масок, да. Вот в данном случае смола акации оптимальный вариант – она пластичная, она гибкая, она не делает никакого дискомфорта. Вот сейчас наши модели, они получают надавливание на мышцы, но не стянутость, не, как это сказать, даже, ну, агрессивного какого-то такого давящего действия на мышцы здесь не оказывают. Настолько, насколько действительно это нужно делать. Вот. Следующее, что дает смола акации? Смола акации, она дает лифтинг, который связан с кожей еще, да, то есть это разглаживание мелких морщинок, это регенерация мощная, сама по себе смола акации является неиссушивающим компонентом, потому что есть разные, опять-таки, повторюсь, пластификаторы для масок, которые слегка подсушивают, а некоторые даже очень сильно вытягивают влагу. Потом здесь есть еще сам баобаб. Экстракт мякотеклода баобаба – это, пожалуй, самое сильное, да, самое заслуживающее внимание компонент этой маски. Что он дает и что это такое? Ну, экстракт мякоти плода баобаба получают из самой мякоти, которая очень давно, да, то есть это уже плод, да, фрукт, который исследовали уже с 70-х годов, и только в 2008 году баобаб коммерциализировали на рынке Европы. Его мякоть, его масло стало использоваться широко в профессиональной косметологии, в косметике для домашнего ухода. И конкретно что же дает вот такой вот сильный лиц на мышце? Дело в том, что плод баобаба, вот в саму мякоть, входит в полисахариды, сахара. Это такой специальный натуральный гель, который состоит из полисахаридов и полиоз. Вот эти полиозы – это очень качественные, очень сильные гидролизаторы кожи. То есть они делают такую вещь, как балансируют водный обмен, да, то есть они участвуют в водном балансе. Это очень интересный эффект относительно самой маски, потому что, как правило, маски после смытия, да, они требуют еще дополнительного увлажнения. То есть хочется что-то добавить, особенно. Вот эта маска, лаборатория Ферье, специалисты лаборатории добивались такого результата, чтобы маска давала и увлажняющий эффект, омолаживающий, на одной уши, да, и полиозы.